Всем привет! Сегодня будет видео фаворитов. Давно я не делала видео такого плана и вот наконец-таки решилась. Начну я с тональных основ. Как вы знаете, летом я не люблю использовать тональные основы, а предпочитаю пудру. И пудра у меня была эта от Seventeen Natural Beige. Конечно, немножко светловато для меня на лето, но сверху я проходила с бронзатором, поэтому в принципе сойдет. Очень хорошая пудра для жирной кожи, стойкость, SPF, кстати, 25. Мне нравится она. Также я пользовалась вот такой вот основой от Lancome Taint Idol Ultra SPF 10. Как вы знаете, я получила ее из посылочки L-Box. Она мне очень-очень нравится. Я ее периодически пользуюсь на какие-то мероприятия или когда на улице не очень жарко. Она очень хорошо подходит для моей жирной кожи. Она прикрывает какие-то недостатки. Может быть, очень сильные высыпания она не перекроет, но вот какие-то такие мелкие она точно перекрывает. Не течет в течение дня вообще никуда. Остается на лице так, как вы ее нанесли с утра. Мне очень нравится эта основа. Она не плотная, но очень хорошо держится. Это, кстати, у меня третий номер для такой загорелой уже кожи. Но думаю, что я куплю себе еще на осень какую-нибудь полноценную версию в более светлом оттенке. Под глаза я тоже использовала достаточно легкие такие средства. У меня это был кофейновый ролик от Garnier. Два в одном. Очень удобный, легкий в обращении. В общем, самое простое, что можно было придумать. В качестве базы у меня была база от Essence I Love Stage. Кстати, база эта мне не очень нравится. Она не очень стойкая. На лето, наверное, я бы ее не рекомендовала использовать. Может быть, для каких-то фотосессий или макияжей, потому что на ней очень хорошо прилипают тени, особенно рассыпчатые. В течение дня, конечно, она не продержится до конца дня. Но так вот для дневного какого-то макияжа она подойдет. Тенями практически не пользовалась. Были какие-то дневные такие оттенки, совершенно незаметные на лице. Два оттенка, которые я очень люблю. Это два оттенка от Max Factor 101 и 102. Они очень, конечно, похожи друг на дружку. Такие нюдовые, нейтральные, совершенно-совершенно матовые на каждый день. Светленький такой, в уголочек глаза и под бровь. И бежевый. Он очень хорошо сливается с тоном кожи. И совершенно незаметные. Кто любит делать макияжи, такие дневные, а-ля натурель, то это как раз вот эти вот две единички от Max Factor, то, что нужно. Поэтому очень аккуратненько смотрятся глаза с ними, если вы не хотите как-то особенно там краситься. Теперь я перейду к тушам. Тушу в основном я использовала в такой вот от Клиник. У меня такой вот маленький пробничек. Это тушь High Impact Mascara Optimal. Вот, да, черный у меня оттеночек. Вот такая вот она маленькая. Простая, обычная, незамысловатая такая вот щеточка. Мне не очень нравится эта тушь. Она, в принципе, ничего особенного такого не делает, не подкручивает, не удлиняет. Но просто вот у меня, раз есть этот пробничек, я решила его добить уже, наконец-таки, и поэтому его использую. Также совместно с этим пробничеком я теперь использую вот этот вот пробничек от Dior. Dior Show New. Мне очень нравится эта тушь. Несмотря на то, что здесь такая достаточно маленькая щеточка, ну, в этом экземпляре, по крайней мере, она прорезиненная. Ничего у нее такого сверхъестественного нету, но мне нравится эта тушь. Она очень хорошо удлиняет реснички, хотя при этом не делает никакого объема. Но со второго, с третьего слоя она очень хорошо их прокрашивает и действительно немножко они такие пушитенькие становятся. Вот, и тоже думаю, подумываю купить все-таки полноценную версию этой туши. Также последнее время я опять интенсивно начала использовать румяна от Nars в оттенке Super Orgasm с такими вот блесточками. Очень мне нравится сейчас этот оттеночек розовый, такой какой-то девчачий. И также мои любимые румяшки от Bourjois. Это 35 номер, насколько я знаю. Они просто идеальные для того, чтобы подсвечивать какие-то зоны. Во-первых, они сами такого очень деликатного розового оттенка с золотистыми такими покраплениями. И на солнышке очень хорошо вот здесь вот поблескивают. Если вы будете использовать эти румяшки, то вам совершенно не нужно будет наносить в эту зону хайлайтер, потому что они и так очень хорошо подсвечивают лицо, и оно не выглядит таким плоским. Теперь я перехожу к карандашам. Последнее время я очень часто использовала карандаш от Etching Dam, Green Mint. Такой вот яркий ментовый оттенок. Кстати, сейчас он у меня нанесен на нижнем веке. Не на слизистый, а под ростом ресничек. Очень хорошо подчеркивает глаза, достаточно стойкий, не течет, не размазывается нигде. Мне очень-очень нравится этот карандаш, такой летний оттеночек, самое то. Также использовала черный карандаш. Черный карандаш у меня был от Essence. Он такой автоматический, выкручивающийся. Ну, в общем, обычный черный карандаш. Карандаш очень стойкий, мне нравится носить его на водную линию, и он в течение дня очень хорошо держится. Вот, далее у меня такая вот подводка Original Black от фирмы WoW. Черная подводка в виде такого вот фломастера. Ну, неплохая подводка, не могу сказать, что она супер-пупер. Да, здесь очень хорошая кисточка, она достаточно тоненькая. Но сам черный цвет, он не такой насыщенный. Когда начинаешь прорисовывать стрелочки, то видно, что оттенок такой не очень черный. Приходится закрашивать, прокрашивать по несколько слоев. Ну, вот, в последнее время опять начала использовать его, чтобы хоть как-то добить и не выбрасывать его. Вот. И два карандашика для губ. Это карандаш от MAC Natural. Я уже показывала его 500 миллионов раз. Я очень люблю этот карандаш. Он достаточно мягкий, стойкий. Хорошо подходит для нюдовых губ. Любой такой оттеночек, любой нюдовый цвет к нему очень-очень хорошо подходит. Так что тоже присмотрите карандашик Subscalter. И следующий карандаш для губ, для глаз. Я его использую для всего. Это карандаш от Seventeen. К сожалению, я не знаю, что это за номер. И вообще, как он называется. Фаун, что ли называется. Не знаю. Я его покупала еще в Таиланде. Это просто опупительный карандаш. Он с эффектом такого свечения и мерцания. Очень хорошо подходит для нанесения как на водную линию, так и в уголочек глаза будет подсвечивать. Также наношу его для контура губ или на верхнюю губу, чтобы была подсветка такая небольшая. Вот. Очень-очень клевый карандаш. Я его обожаю. Очень активно им пользуюсь. Постоянно он входит в раздел моих самых-самых любимых карандашей. На все времена, наверное, пока. И теперь переходим к губам. Здесь у меня был выбран так велик. Это нюдовая помада Creamy Nude от Essence. Все ее, наверное, уже знают. Такая вот кремовая нюдовая обычная помадка. Очень ее люблю на каждый день. Просто вот так в сумочке валяется, чтобы в любой момент можно накраситься. Вот. Также моя любимая тоже теперь помадка от We Care Icon. Нюдовый тоже оттеночек. Номер 4. Но он, как я говорила, уже такой более темный, более насыщенный. Уходит в такой шоколадный какой-то оттенок. Но не коричневый, тем не менее. Очень хорошо увлажняет губы. Не требует дополнительных никаких бальзамов, ни блесков, ничего. Отличный. Очень нравится мне. Вот. И также два блеска я использовала. Первый блеск вот с такими вот большими блесточками. Это белорусская косметика, к сожалению. А вот номер здесь есть. 32 тонн это. Показывала очень давно, по-моему, еще летом его. Мне он очень сейчас нравится. На лето такой вот с блестюнчиками, можно сказать, на губах. Кстати, блески совершенно не чувствуются на губах. Поэтому могу рекомендовать вам этот блеск. Очень-очень хорошо подойдет на лето. Кстати, на фотографиях очень красиво так же смотрится. Вот. Ну и обычный такой блеск от Essence. Это, по-моему, серия XXL. У меня здесь все уже стерлось. По-моему, 01 номер. Совершенно самый такой вот обычный. Он не то, что даже нюдовый. Он, по-моему, такой немножко молочный. И пахнет такой очень вкусной такой карамелькой. И карамелькой очень вкусно пахнет. Вы пользуетесь нюдовой помадой. То есть, если поверх его нанести, то он будет еще больше выбелять губы. Но при этом они не будут никакими белыми. То есть, здесь тоже нужно очень аккуратно не переборщить с этим блеском. Но мне очень нравится этот блеск. Я его также использую самостоятельно, без какой-либо помады. Ну и то, без чего мои губы сейчас не смыслят в своей жизни. Это Carmex. Я его наношу всегда перед сном. Днем как-то я его не очень использую. Но перед сном самое то. Мне очень нравится его этот ментоловый такой привкус, запах, звездочки. Не знаю. Это серия Original Classic. Классический такой. Просто выдавливается он здесь и наносится на губки. Мне очень нравится этот запах звездочки. Кстати, некоторым не нравится. Но мне как-то очень-очень нравится вот это ощущение ментола на губах. Он, кстати, помог... Вот здесь у меня была болячечка. Не болячка, а простудка. И он помог этой простуде очень быстренько пройти и вот эту корочку убрать. Так что он очень хорошо заживляет губки. Так что советую тоже присмотреться к этой вещичке. Очень-очень классный Carmex. Также для губ я использую свою любимую палетку от Lancome. Вот такие вот здесь вот оттеночки. Пользовалась, в принципе, всеми оттенками. Я люблю их также между собой смешивать. Сейчас у меня вот этот вот красный оттенок на губах. Розовый у меня уже заканчивается. Вот этот коричневатый такой вот он бежевый, нюдовый. Он уже тоже почти закончился. Но я люблю эту палетку. Здесь отличная кисточка, хорошее зеркальце. Очень классная такая. В сумочку положила и забыла обо всем. Вот. Также последнее мое приобретение. Я его не показывала еще в никаких видео. В видео о покупках пока не было. Но решила показать его в своих фаворитах. Это Натура Сиберика. Живые витамины для волос и тела. Я обожаю это средство. Как видите, у меня уже достаточно много использовала. Я пользуюсь им практически каждый день. Я люблю наносить это средство на волосы. Не на корни, а именно на длину волос. Волосы становятся такими живыми, гладенькими. Очень-очень приятными на ощупь. Также я наношу вот эти витаминки на область шеи и зону декольте. Кожа тоже становится очень гладкой, такой приятной. Мне очень-очень нравятся эти витамины. Состав, как всегда, превосходный. Сафора японская. Также содержит витамины В, Е и В каротин. Устанавливает структуру волос, делаясь сильными и послушными. Экстракт черники, сибирский. Возвращает им яркость и блеск. Также здесь входит витамин С. Очень-очень классная вещь. Живые витамины, наверное, питают ваши волосы и тело. Согласно с этим совершенно полностью. Очень-очень хороший увлажняющий компонент. Как дополнительное средство для волос или для вашего тела. Очень-очень классная штучка. И пахнет он просто превосходно. Очень приятно пахнет. Так что советую тоже посмотреть вот эти вот живые витамины. Конечно, сначала при покупке я сомневалась. Само название такое – живые витамины. Сомнительно, я бы сказала. Но результат мне очень понравился. Мне очень приятно пользоваться этим средством. И однозначно я его еще буду покупать. И думаю, что не раз. Всем большое спасибо за внимание, просмотр. До новых встреч. Пока-пока.